всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир казарчук и сегодня в нашем видео мы рассмотрим вот такой вот зверский кактус по кличке арбуз и китайский фикус этот скажем так начнем с начнем с нашего кактуса этому кактусу у нас исполнилось в этом году уже 20 лет или 21 год я уже забыл покупали моего буквально маленьким шариком шарик такой вот был размером где-то 2-3 сантиметра невзрачный маленький в такой же грядке с другими как тусятами но мы подумали тем более стоил только всего-навсего 1 евро мы подумали а чё бы не взять пусть маленький растет будет как декоративное растение мы на него в том бантик какой-нибудь нацепим чтобы на новый год у нас был типа кактус елочка и вот смотрите сами что выросло у нас за эти скажем так 20 лет из маленького двухсантиметрового шарика и сегодня у нас вот это вот вот этот громада ну вместе с землей он весит сколько килограмм может быть килограмм 10 может быть 11 вот такой вот зверский кактус вырос у как вот этот как мексиканский да вот как из какого из какого кактуса в мексике водку делают текилу забыл неважно примерно такой вот кактус и прикоснуться к его скажем так стеблю практически невозможно потому что он весь сплошь и рядом покрыт колючками он конечно зверь прикольный он конечно классный мы много лет ждали что он распустится у него вырастет вот здесь вот красивый розовый цветочек потому что когда мы его покупали там рядышком стояли кактусики маленькие и у них были цветочки и мы подумали что о этот малыш подрастет чуть-чуть и у него тоже будет розовый цветочек но по моему оказалось скорее всего что мы просчитались с цветочком у нас растет просто огромный здоровый зимой он был еще у нас круглый поэтому ему дали кличку к окончательную кличку арбуз а сейчас за весну за лето он вымахал еще сантиметров на 5 вверх то есть немножечко как бы сузился и поднялся вверх и теперь уже на арбуз он больше не похож он скорее всего уже походит на какой-то колючий злобный огурец но он у нас не злобный потому что он всю зиму стоит у нас на столе радует наш глаз тем что он вот такой вот у нас красавчик и когда мы смотрим на него мы вспоминаем то время когда мы ходили в магазин и покупали вот такой маленький шарик в маленьком горшочке и думали что купим такой вот квактусик и он вырастет чуть-чуть вырастет чуть-чуть немножко и на нем будет красивый розовый цветок но он нас обманул все равно он зато прикольнее этот кактус мы поливаем один раз в месяц немножко вот смотрите какой у него скажем так такая у него жилплощадь такой вот горшок приблизительно такого же размера как сам кактус и поливая ему буквально ему раз в месяц ему хватает где-то грамм 100 150 воды не больше и точно так же как те цветущие кактусы время от времени мы добавляем сюда отработанный перемолотый кофе для того чтобы уничтожить вот этих вот вредных насекомых вот этих вот черных мошек которые могут особенно любят по осени закапываться в землю чтобы потом там разводить свои гнезда и зимой носиться по квартире как ненормальные типа на улице холодно зима а у нас тут вечное лето тропики кофе помогает избавляться от вот этих вот черных маленьких мошек ну естественно тли тогда вы не подумайте что я говорю какую-то ерунду якобы зеленая тля не залезает на кактус и еще как залезает у нас в прошлом году была действительно проблема зеленая тля и еще какая-то ерунда они называют их ну по-немецки они называют если перевести на русский язык мохнатые в ши вот такие вот цели да то есть мохнатая тля она маленькая зелененькая но она не такая мягкая как обычная которым привыкли ведь она твердая и чтобы ее придавить нужно действительно придать усилие и она то лопается и вот такая вот тля одно время сидела у нас на кактусах на кактусах на цветах то ли откуда-то ветром занесло то ли еще откуда не знаю но нам пришлось кофе не хватило кофе с этим не справлялся отработанный кофе в земле не справлялся и нам пришлось идти в магазин покупать специальное средство для уничтожения вот этой вот тли на литр воды буквально три-четыре капли вот этого средства разбавляешь и опрыскиваешь все растения два-три раза в месяц этой водой и тогда вся эта тля уходит цветам это не вредит потому что вот обратите внимание вот на вот этот фикус он у нас маленький ему по моему годика 4 и у него тоже на стволе была вот такая вот противная тля как вы сейчас можете увидеть вот ствол чистый ни одной мошки ни одной заразы которая могла бы навредить росту вот этого растения вот этот фикус китайский он немножечко немножечко такой вот скажем так восприимчивы к резким перепадам температуры воздуха он любит определенную влажность он любит чтобы было не сильно жарко и не сильно холодно то есть летом он у нас если стоит на балконе он не стоит у нас под прямым солнцем он у нас стоит внизу под стенкой практически в тени ему этого хватает потому что под палящими лучами солнца просто-напросто его листики начинают загибаться и опадать он не выдерживает сильной жары и зимой он у нас тоже стоит на полке не на подоконнике потому что центральное отопление горячий воздух подымается сильно и сушает землю и цветы начинают некоторые цветы начинают портить я не говорю о той герании которая привыкшая ко всему или там допустим от а баночках с обычным репчатым луком этому только воду подавай ставь его на подоконнике он будет расти ему будет все классно поэтому если вдруг вы купили себе вот такой маленький китайский фикус имейте в виду ему нужна земля скажем так не сильно кисло и опять таки в качестве удобрения ему может подойти как я уже говорил про кактус это же отработаны молотый кофе и если вы ставите этот фикус у себя в комнате старайтесь ставить его в таком месте в какое не попадают прямые солнечные лучи или если зимой допустим вы хотите чтобы он стоял у вас на окне и если у вас на батарее есть регулятор температуры отопления смотри следите за тем чтобы ему не было сильно жарко потому что как говорится вы своей любовью можете угробить ваш цветок который вы холили или леяли к примеру полгода а потом раз и все обсыпалось это вот так вот вкратце буквально вкратце что я хотел сказать пару слов об этом цветке и ну и конечно показать вам наш вот этот вот здоровый большой арбуз наш вот этот вот кактус если возникнут какие-то вопросы может быть советы может быть кто-то хочет поделиться опытом или подсказать что-то или допустим нашел в моих словах какую-то ошибку или неточность пожалуйста пишите говорите будем общаться будем делиться опытом друг с другом ну и не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и всем удачи и не только вам но и вашим комнатным растениям всем пока